Семейный альбом Семейный альбом Иногда сердится, но быстро мирится и прощает И ему прощают, потому что понимают и любят Как учредитель особо ценит самостоятельность в выборе целей и средств Не чужд романтики Мечтает о признании ИМС в качестве престижного образовательного учреждения типа Кембриджа и Оксфорда За эмоциональность на лекциях студента называют его лучшим шоуменом Екатеринбурга Сотни учеников гордятся, что у него учились Отец троих детей, двоих сыновей и усыновленного института Азартин, дамский угодник Угоден женскому педагогическому окружению за джентльменское отношение Тамара Евгеньевна Алайба Для создания института пригодился весь ее жизненный багаж 20-летний опыт работы в высшей школе Лингвистическое и историческое образование Широкие международные связи Уроки общественно-политической деятельности А также способность генерировать идеи И создавать команду для воплощения проектов в жизнь Коллеги ректора называют ее перфекционисткой За стремление к безупречности во всем Начиная с собственного всегда элегантного облика И заканчивая дизайном института Благодаря ее стараниям В институтских стенах Прижились джунгли из растений Картины и почти магические зеркала Все, кто как монетку бросают в них взгляд Обязательно сюда возвращаются А сама Тамара Евгеньевна Вернулась к преподавательской деятельности Как первопроходец по натуре Она выбрала дисциплину Доселе неизвестную российским вузам Основы межкультурной коммуникации И верная своим привычкам Стремится достичь в этом верхней планки Любимый праздник – день рождения мужа Совпадающий с началом любимого времени года – осени Ирина Васильевна Донская Именно Ирине Васильевне Сторонницей обучать неозапно глубинам Принадлежит идея создания лингвистического колледжа Живет на работе Живет работой Бессменный и добровольный ответственный секретарь приемной комиссии А это означает много лет без летнего отпуска Знает всех студентов института в лицо Ее вклад в становление института Успешная аккредитация специальности Будучи шестиклассницей Красноярской школы Обнаружила, что не может перевести диалог Толстовских героев в салоне мадам Шерер И решила в совершенстве изучить французский Своего добилась Парижане не раз принимали мадам Рен за соотечественницу В столицу Франции выезжала как переводчик и менеджер на общественных началах Центра современного искусства Работая на кафедре иностранных языков СИПИ Была пламенной энтузиасткой курсов интенсивного изучения языка По ее подсчетам, сквозь экспресс-курса прошел весь девятый вал Отъезжающих за границу после открытия железного занавеса Включая первый массовый исход в Израиль Елена Николаевна Заборова На этапе становления института была первым проректором Елена Николаевна нашла дополнительный источник доходов Заключив договор с городской службой занятости Два года в колледже действовали курсы секретарей Это принесло колледжу известность в Екатеринбурге Когда же главной задачей стало обретение собственной крыши над головой Елена Николаевна стала проректором по связям с общественностью Бросившись на осаду областных и городских органов власти Ее главный вклад в фундамент института Здание на улице Розлюксембург Полученное в аренду от городского комитета по управлению имуществом В высоких кругах городской администрации Доктора социологических наук Профессора Забурову почитают в качестве золотого специалиста При большой загруженности не теряет ни грана обаяния и женственности Коммуникабельна, душа приятельской компании Друзья шутливо называют ее «рыжик» Кроме монографии выпустила в свет двоих сыновей, молодых бизнесменов Любит входить в транс на занятиях йогой и филармонических концертах Наталья Михайловна Карпова появилась в команде Когда колледж начал активно обосновываться в Свердловском профессионально-педагогическом институте Вскоре Наталья Михайловна стала проректором по учебной работе И заведующей кафедрой естественно-научных и математических дисциплин В 1998 году был создан факультет международных экономических отношений А Наталья Михайловна стала его первым деканом Ее задачей было запустить механизм нового структурного подразделения Опираясь на накопленный в институте опыт и подобрать кадры профессионалов Что она и сделала? Привела в институт профессора Вайна В институте появились новые направления работы Был создан ученый совет А в нее аудиторная студенческая жизнь выросла до таких размеров Что возникла необходимость в ее целенаправленном руководстве Кому, кроме Натальи Михайловны, будет ученым секретарем, если она отдала этой работе 12 лет жизни в СПИ? И кому, как не ей, прозванной студентами мать Тереза, быть проректором по воспитательной работе? По ее мнению, атмосфера ИМС складывается из американских белых стен, английских и немецких праздников, французского балета и русской души большинства преподавателей и студентов Есть и коллективный учредитель Уральская архитектурно-художественная академия в лице ректора Александра Александровича Старикова Александр Александрович всегда считал, что молодежь должна иметь более широкие возможности для освоения иностранных языков, чем два часа в неделю вузовской программы Это был один из решающих мотивов для принятия решения об участии в учреждении нового вуза Себя Александр Александрович относит к типу прагматичных романтиков, ибо уверен, что по-настоящему увлеченный человек всегда найдет способ преодолеть обстоятельства и осуществить свою мечту Как учредитель Института международных связей убежден в замечательной плодотворности взаимопроникновения культур Помогал и помогает становлению ИМС В команде руководителей ИМС есть люди, которые, не являясь учредителями, практически с самого начала отвечают за важнейшие направления работы Людмила Федоровна Новикова Проректор по социально-экономическим вопросам Психолог по образованию, а по призванию специалист по работе с людьми Маленькая хозяйка большого дома с 1997 года, она уверенно держит в руках всю недвижимость Института Воздвигать города начала с той поры, когда ИМС получил здание старого детского сада Сбор разрешений контролирующих инстанций, многие десятки подписей, согласование проекта реконструкции И как результат, убогий остов превращен в уютное здание, где приятно работать педагогам и учиться студентам Обладает удивительной коммуникабельностью, умением входить в кабинеты чиновников и располагать к себе Памятью на сотни имен, умением позитивно решать проблемы и необыкновенной трудоспособностью Ее безграничные деловые качества сочетаются с творческой натурой В семье профессиональных музыкантов Новиковых-Матвеевых гармонично звучит и прекрасный голос Людмилы Федоровны Вера Ивановна Майстренко, главный бухгалтер Окончила инженерно-экономический факультет УПИ В 90-х годах занялась аудитом и в этом направлении заработала большой авторитет В МС с первого дня Создала надежный тыл для ректора института Прикажущийся о в реальности работы любой бухгалтерии так умеет ее организовать, что все обязательства выполняет в срок Профессионал высочайшего класса Она удивительный синтез экономиста, финансиста и юриста Вера Ивановна прекрасно водит автомобиль И также уверенно ведет финансовый корабль МС в бурном море современной экономики Несмотря на огромный воз забот и ответственности, замечательно выглядит У нее остаются силы на любимый сад и на то, чтобы заряжать окружающих своим оптимизмом Летом 1994 года в Екатеринбурге были расклеены желтые афишки Расклеивали их добровольные помощники организаторов, их родные и друзья Так началось постижение реальности, к которым нужно было адаптироваться Каким будет отклик? Кто придет? Сколько будет желающих учиться в новом ВУЗе? К 9 утра у дверей комнаты номер 506 в архитектурном институте стояла небольшая очередь Вахтеры сказали, что одна девочка пришла к 8 утра Это была Таня Янц, которая так волновалась и боялась, что может не попасть в такой замечательный колледж Что пришла на час раньше, чтобы быть первой Первые студенты зачислялись без конкурса С очень разным уровнем знания английского или немецкого языка После школы, техникума и вуза Всех их притянули волшебные слова иностранные языки Собрание студентов и родителей состоялось в СИПИ, в римской аудитории Борис Ефимович Зарубин, самый известный почитаемый на Урале лингвист Приветствовал первых студентов на английском языке 40 минут длилась эта потрясающая речь Таинственным образом ее понимали все Невзирая на уровень познания английской лексики и грамматики Все смеялись, аплодировали, реагировали так, что было ясно Между оратором и слушателями полное взаимопонимание Планка была установлена У многих зажегся огонек желания Хочу говорить на английском так же Когда начались занятия, многие первокурсники поскучнели Оказывается, и в платном образовании нужно много работать самому Ряды порезели Осталось 4 группы английских и одна немецкая В которой было всего 6 человек Фотографий этого периода мало А видеосъемок еще меньше Но те, что есть, хранят теплые воспоминания о холодном актовом зале В канун Нового года В гости в колледж пришли американские студенты-миссионеры Какой-то христианской церкви То ли протестанты, то ли мормоны, а может совсем какой-то другой Они весело танцуют, распевая рождественские гимны А нам все это очень интересно Потому что на уроках английского и немецкого Студенты, как дети, играют в Рождество И тогда в голову пришла гениальная идея Предложить четвертому каналу серию передач Hello America Тамара Евгеньевна только что вернулась из Штатов И привезла огромное количество любительских видеосъемок и разных штучек Символов американской культуры и праздников Так, благодаря колледжу иностранных языков Жители Екатеринбурга узнали о Дне Святого Валентины И о способах публично объясняться в любви О том, как празднуется Рождество И о других праздниках Ирина Евгеньевна Майорова давала замечательные уроки О диалоге, как сценке, озвучивали студенты И, как всегда в вузах, самыми активными и любопытными были не отличники А студентки из четвертой группы, так называемые нулевки Их ничего не смущало, и они не боялись камер Здравствуйте, как ты? Чтобы о тебе знали, надо о себе заявлять Первые выпуски и бюллетеня ИМС Пресс, сохранившиеся в архиве Несут информацию о небольших, но значимых для нас событиях Которые формировали интерес к нашему вузу Эти газеты мы распространяли через знакомых, родственников, друзей На всех выставках, в работе которых мы принимали участие Позднее мы начали делать первые рекламные издания, которые рассказывали о нашем вузе В архивах сохранился еще один видеодокумент Телевизионная передача о выпуске в колледже иностранных языков группы секретарей Молодые женщины проучились в колледже полгода Служба занятости пригласила работодателей, чтобы провести ярмарку вакансий Для конкурса были отобраны и дали согласие лучшие ученицы, особенно в английском языке Все участницы выразили желание, пришли нарядные, потрясающе красивые Но по мере того, как телевидение расставляло в зале аппаратуру, в группу стала проникать паника И претендентки в телезвезды спрятались, отказавшись от шанса на блестящую карьеру в иностранной фирме или совместном предприятии Ситуацию, как всегда, спасли троечники Без макияжа и парадной формы, без репетиций и подготовки Они продемонстрировали то, чему их научили в колледже Посмотрите, как они стараются А на улице журналисты задают какие-то вопросы нашим студентам В то время мы гордились не только тем, что за несколько месяцев научили секретарей объясняться на английском языке Но и тем, что учили их машинописи и стенографии Любимым преподавателем была Алла Александровна Зыкова Она помогла добыть пишущие машинки О компьютерах даже не мечталось Единственный отечественный корвет Владимир Семенович Краев принес из дома Первые компьютеры секонд-хенд колледж получил от американского правительства А первыми новенькими машинами обзавелся позже Центр содействия предпринимательству объявил конкурс на лучший проект для женщин-предпринимателей Свердловской области Тамара Евгеньевна подала заявку на личную участие в этом конкурсе и стала одной из десяти победительниц Помимо поздравлений губернатора и поцелуев Тамара Евгеньевна получила грант, который пошел на приобретение семи компьютеров За всю историю вуза это была единственная государственная поддержка Но дорогое яичко к Христову дню Отеческие пенаты, опи стуны мои, хоромы небогаты, но любим мы свои уютные мамы кельи Когда же новоселье? Съемные квартиры в архитектурно-художественной академии и инженерно-педагогическом институте были не очень тесными Но хотелось устроиться более основательно И вот, наконец, здание, в котором кроме нас и наших студентов нет никого В нем легче становиться настоящим вузом с его буднями и праздниками В этом здании, в этом институте произошло много событий, которые стали традиционными Первый лингвистический конкурс Первый день переводчика Первый выпуск Первый раз исполнили гимн ИМС Первый день первокурсника Первый пиар-дебют Первый летний шотландский лагерь Первый педагог года Первый КВН между студентами и преподавателями Следующая страница семейного альбома посвящена родителям и детям Родители в ИМСовской семье, конечно, педагоги и сотрудники Административно-управленческий персонал в институте давно называют первые лица Потому что сначала студенты общаются именно с ними Каждый день переступая порог института Создание команды – это главный капитал ИМС за десятилетия Собрать группу профессионалов – это еще не создать команду Какие бы идеи не возникали у основателей института Если к этому еще не готова большая часть сотрудников, то нет и команды Команда ИМС – это синтез таланта, компетентности, доброты и преданности Институту людей независимо от должности Абитуриенты, расспрашивая о колледже, всегда задавали вопрос «А преподаватели у вас откуда?» Вопрос был жизненный, но обидный Год, когда этот вопрос не прозвучал ни разу, сейчас уже точно не назвать Но именно с этого момента вуз можно считать состоявшимся Так как появился, говоря современным языком, бренд ИМС А значит и преподаватель ИМС Российский вузовский народ не сильно уважает педагогику как науку Но при этом понимает и ценит значение учителя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова